Здравствуйте! Это программа «Гость в студии» на телеканале Ника+. На территории Республики Карелии находится более 73 тысяч водоемов. Карелия, как известно, край озер. Вопрос в том, насколько сегодня карельская вода чистая и как на уровне законодательной власти решаются вопросы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой. Сегодня у нас в гостях депутат Законодального собрания Республики Карелия Владимир Николаевич Семенов. Здравствуйте! Добрый день! Владимир Николаевич, на прошлой неделе с депутатом Андреем Афанасьевичем Мазуровским вы побывали в своем округе в Мойзерском районе, где как раз вопрос качества питьевой воды стоит очень остро. Вы дали комментарий на эту тему. Давайте сейчас посмотрим. Состояние сегодня и водозабора, и очистных сооружений, то есть и водоподготовка, и водоотведение находится в очень тяжелом, я бы сказал, состоянии с точки зрения и инженерии, и вообще качества и поставки воды в поселок Мойзерский. Вода сейчас забирается вот в сам водозабор, находится прямо внутри вот этого реки Мойзерки, это залив и вот в реки Мойзерки, и поступает прям, прям поступает с помощью насосов в сети, да, в сеть квартиры. Надо принимать решение и передавать водоснабжение и водоотведение Республики Карелия на уровень республиканский, на уровень правительства Республики. Что я хочу сказать. В прошлом созыве Законодательного собрания проблему инженерного обеспечения населенных пунктов Республики Карелия мы очень долго обсуждали, и было принято решение, оно принято законодательное, что проблемы электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, это полномочия Республики Карелия, то есть региональные полномочия. А проблему водоснабжения и водоотведения, так как в тот момент это было довольно сложно, мы оставили в полномочиях местного самоуправления, где, как мы знаем, финансирование весьма, весьма затруднительно. И я считаю, что мы должны до конца вот шестого созыва все-таки рассмотреть вопрос в Законодательном собрании, конечно, совместно с правительством Республики Карелия, о передаче полномочий водоснабжения и водоотведения на уровень Республики. Владимир Николаевич, у нас есть интервью с главой администрации Музерского района Александром Пашуком. Давайте посмотрим его фрагмент. Проблема с водозабором у нас тоже, она такая историческая, давно существует, и там в принципе нужна полная реконструкция, либо строительство новых водозаборных сооружений. А насколько сегодня питьевая вода в поселке соответствует нормам Санпина? Я уверен, что она не соответствует. То есть мы, она используется для технических целей, то есть помывки там, постирки и все остальное, а основная часть населения все-таки, я в том числе, вынуждены подвозить воду именно с колодцев. Мы были в Музерке, и все могли убедиться в том, что из-под крана течет откровенно желтая вода. Когда же, наконец, жители Карелии смогут пить воду из-под крана так, как делают это жители Финляндии, например? Очень серьезный вопрос. Я много раз был в Финляндии, и действительно, там пить воду из-под крана разрешено всеми санитарными нормами. А та вода, которая идет из-под крана, даже до недавних, еще мы все прекрасно помним, какая вода по цветности шла в городе Петрозаводске, в нашей столице, нашей республике. Вот мы были в Музерке буквально неделю назад, и очень много времени я уделил вместе с руководством района как раз проблеме водоснабжения и водоотведения. Понимаете, там очень серьезные проблемы не только в Музерке. Мы обсуждали Музерку, поселок, мы обсуждали Ледмозеро, мы обсуждали Рукозеро, еще несколько населенных пунктов, в которых примерно состояние водосетей, водозабора и очистных находится в одинаковом состоянии. Владимир Николаевич, у нас есть письмо депутатам законодательного собрания от руководства Музерского района как раз по поводу сложившейся проблемы. Из этого письма следует, что сумма необходимая на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 30 миллионов рублей, общая проектная стоимость работ. Понятно, что таких денег нет ни у собственника, ни у арендатора имущества. Будете ли вы на уровне законодательного собрания поднимать вопрос о выделении целевых средств Музерскому городскому поселению на капремонт вот этих сетей водоснабжения и водоотведения? Да, конечно, при обсуждении бюджета мы обязательно выйдем с поправкой о целевом направлении денег, но я бы не сказал на капремонт. Понимаете, капитально ремонтировать то, что уже находится на грани полной аварии, не надо. Вода из реки Муизерка напрямую с помощью насосов подается в водосеть. В самом поселке водонапорная башня, которую мы тоже осмотрели, находится в аварийном состоянии. Она уже выведена из работы, построена она в начале 60-х годов. Никаких капитальных ремонтов этой башни не делались. И сегодня заполнять эту башню водой, это уже на грани аварии может быть. Кроме водонасосной станции, надо сразу сказать состояние водосетей. Сети в поселке Муизерске, они точно так же построены в те же 60-е годы, и никаких капитальных ремонтов никогда не производилось. Ремонты производились только аварийно. Вот труба пошла, свич пошел, вот немедленно сделают ремонт. Поэтому состояние сетей, состояние водозабора, водонапорной башни, абсолютно отсутствует подготовка воды. Вот вы сказали, почему там в Финляндии можно пить? Да потому что финны готовят воду. У финнов озера такие же, как в Карелии. С той же чистотой воды, с той же железистой воды и так далее, и так далее. Но они обязательно, у них мощнейшая водоподготовка. Водоподготовка и там с помощью химии, и с помощью бактериологических систем. И самое главное, еще есть понятие, и комбинационные сооружения, очистные. Музерки были сделаны в свое время, опять же, в начале тех 60-х годов, хорошая бактериологическая очистка. Сегодня эта очистка уже практически не работает. Она вся гипсовая, забита гипсом, то, что от бактерий остается. Она, большая коррозия труб, которые находят внутри, коррозия арматуры. То есть эти очистные сооружения требуют также замены. Поэтому вот этот весь проект и вот то обращение из поселка Музерский, оно касается не просто реконструкции, а я полагаю, это будет новое строительство. Новое строительство водозабора, строительство сетей. То вот этот проект весь будет сделан. Вот это те самые 30 миллионов. Но насколько эта перспектива отдалена во времени? Как быстро жители Музерки смогут пить уже чистую воду? Ну, смотрите, если вот они ПСД уже сделали, у них готово ПСД. Если будут выделены деньги, я думаю, что как только деньги в бюджете будут выделены, совершенно реально начало строительства после окончания зимы. Я думаю, что это может начаться этим летом. И дай бог, к началу следующей зимы в Мойзерке будет уже и вода подаваться совсем по-другому. Хотя бы чистота воды будет другая. И, кстати, что самое, мы этот вопрос тоже обсуждали с руководством эксплуатирующей организации, вот водосети, они готовы. Владимир Николаевич, как Вы считаете, поддержат ли депутаты Вашу инициативу? В течение последних лет, в шестом созыве, я с моими коллегами неоднократно выходили с инициативой выделять хотя бы по 5 миллионов рублей на социально-экономическое развитие районов. А деньги на социально-экономическое развитие – это государственные деньги на развитие необходимых программ в районе. Понимаете, вот тут как раз можно сказать, ребята, в любом районе, мы Вам 5 миллионов выделили, а Вы сейчас говорите, у Вас нет ПСД на водоснабжение. Или у Вас нет ПСД на что-то еще. Почему Вы не делаете? Вот эти деньги, 5 миллионов, они выделяются не на пляски, песни, праздники. Эти деньги выделяются именно на социально-экономическое развитие. Но депутаты нас не поддержали. И отвечая на Ваш вопрос, поддержат ли депутаты, сложно сказать. А как Вы думаете, есть ли в музерке силы, способные реализовать этот проект? Конечно, силы сегодня, определенные силы на ремонты, на поддержание основных фондов, они в районе есть. И организация, которая эксплуатирует, она все делает для того, чтобы у них были люди, чтобы у них были материалы, чтобы у них была техника, чтобы у них было техническое руководство. Они делают. Но освоить 30 миллионов за лето, я думаю, они не смогут. Это невозможно с тем объемом работ, который необходимо сделать. Конечно, надо привлекать подрядчика. Конечно. А вопрос как звучит? А какой подрядчик поедет работать в Музерку? Да еще надо проводить конкурс по 44-му ФЗ и так далее, и так далее. Могут возникнуть такие вопросы, что даже когда депутаты выделят деньги, целевые деньги на схему водоснабжения Музерки, эти деньги придут в район, и начиная проводить конкурсы и так далее, подрядчика может и не быть. Надо совместно садиться, как только первое, это в бюджете принять целевые деньги на водоснабжение Музерки, второе, это немедленно начинать работу с учетом ПСД, которая есть, проектно-смертная документация, которая есть в районе, начинать работу, это ставить на жесткий контроль и на жесткие договорные обязательства между заказчиком, то есть районом и подрядчиком. Владимир Николаевич, спасибо Вам за комментарии, будем надеяться, что Ваша инициатива будет поддержана депутатами, будет выделено финансирование и жители Музерки все-таки обретут новый водозабор. Совершенно с Вами согласен, Вы знаете, я всегда говорил, но вся проблема решается, когда эта тройка, когда три ветви законодательной власти тянут сани в одну сторону, тогда мы пойдем вперед и все будет нормально. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова